Хороший матч Артур Ахтемов провел, ну а мы смотрим саммари, дорогие друзья, этого матча. В первом периоде сразу начал, на самом деле, очень здорово, очень задорно Альметьевск. Вот момент у Хасанова. Силовой прием Гематова и контратака, которая привела голу. Выход, по сути, 1 на 1, там еще прям по курсу открылся второй игрок, но Кореневский решил бросить и не прогадал. 1-0. Затем, в общем-то, в первом периоде больше событий не было, и не такой событийный был первый период, откровенно говоря, по сравнению со вторым и третьим периодом. Если говорить про статистику матча, 43-56 по броскам преимущество Бурана, по броскам створ 30-36 также в пользу Воронежа. Ну и на одно удаление больше получил нефтяник сегодня по бросованием 25-32 в пользу Бурана. Казалось бы, да, вот преимущество по броскам, по моментам есть у Бурана, а по счету, по самому главному компоненту лидерства Альметьевска. Пожалуй, это говорит о классе команды Эдуарда Дмитриева. Во втором периоде все самое интересное было. Пришли 2-0. Стал более раскрепощенно действовать Буран. Очень здорово Буран атаковал. Вручал Ахтямов свою команду регулярно. Вот гол Ислама Хасанова Низам. Фестивой классный бросок, который застал врасплох Владислава Гросса. Не накрыл защитник Бурана этот бросок. Ну а дальше уже этот счет 2-0 стал. Дальше Буран начал показывать игру первым номером. Воронеж сумел добавить в скорости продвижения шайбы, в скорости атак. И, в общем-то, заброшенная шайба в концовке второго периода, это, на мой взгляд, абсолютно закономерное сечение обстоятельств. Вот в дальний угол выцеливал здесь Ярослав Альшевский. Не попал, выручил свою команду Владислав Гросс. Были хорошие моменты у Егора Дугина. Вот здесь вот производил добивание огурцов и не сумел переиграть Ахтямова. А вот первая шайба Бурана и единственная, как оказалось дальше в этом матче, не получился щелчок у Тимирова. Зато получилась передача на Дмитрия Возовика. И Возовик отличился заброшенной шайбой. 2-1. Но на старте третьего периода вот такое прекраснейшее подправление лидера атаки нефтяника Ярослава Альшевского получилось. Альшевского оставили совершенно одного. Создал он трафик и спокойно подправил после щелчка синей линии. 3-1. И, в общем-то, дальше игра была равная. Буран в концовке пытался одну шайбу отыграть. Невынужденное случилось удаление у Бурана. В общем, даже снятие вратаря и выпуск шестого полевого не помог Бурану хотя бы одну шайбу еще отыграть. Постепенно завершаем прямую трансляцию из Республики Татарстан и из города Альметьевска. Благодарю коллег за проделанную работу. Классный матч мы с вами посмотрели, который для вас прокомментировал Вадим Азаренко. Всем большое спасибо. Всем хорошего вечера. Еще раз коллегам большое спасибо за работу. До свидания. Всего доброго. Пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok